Что это за улица? Это улица Корнева. А в честь кого она назвала? А ее назвали в честь Корнева Александра Александровича. Он герой Советского Союза. Александр Александрович Корнев родился в Смоленске в 1921 году. В четыре года Саша остался сиротой и воспитывался тетей Анной Владимировной Рябиной. Она усыновила Сашу и он стал проживать в городе Рыбинске. В 17 лет молодой человек ввелся в коллектив машиностроительного завода. В 1940 году Александр пошел в армию. Наступило утро 22 июня 1941 года. В одной части разрушив планы целого поколения молодых ребят и девчонок. С первого дня войны Александр Корнев участвовал в ожесточенных боях. Его часть отступала на восток. Потери были огромные. Однажды наши попали в отцепление врага. Два дня непрерывно шел бой. К исходу второго дня командир части поднял бойцов в атаку. В ответ немцы открыли убраганный огонь. Корнев был контужен и только через три недели смог вернуться в строй. И был направлен в 50-й мотоциклетный полк. В военной суете Александр не забывал свою приемную мать. Регулярно послал письма с фронта. Дорогая мамочка, с начала войны я попал в окружение. Много-много видел своими глазами заяние зверюк. И сам все это испытал. Был в окружении, бежал оттуда. Был ранен и два раза контужен. Ничего, за все отомщу фашистам. Клянусь, в предстоящих боях я буду драться с врагом до последней капли крови. Глухой ночью 25 февраля 1945 года на подступах к Берлину разведчики успешно прошли на вражескую территорию, захватили языка. Но когда возвращались обратно, были обнаружены. Началась перестрелка. Двух бойцов и пленного немца Корнев отправил в штаб полка. Сам остался прикрывать отход группы. В этой нераводной схватке Александр Корнев погиб. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза по СМИ. 10 апреля 1945 года. Также в годы войны Александр Корнев был награжден орденами Ленина Отечественной войны 2-й степени. К 60-летию Великой Победы на Волжской набережной были установлены памятные стеллы, на которых высечены имена Героев Советского Союза и Героев России. На одной из стелл мы можем увидеть имя Александра Корнева.